Добрый день, мои дорогие друзья! Сегодня в середине мая 2022 года хочу начать свою новую прогулку, новую поездку, новый репортаж, вас познакомить с теми местами, где постараюсь побывать. И начало всему сегодня, это вот такое живописное место, здесь еще сосновый запах, я говорю, весна пришла, как-то все необычно. Находимся мы в карьере Пьюза, местечко такое на юге Эстонии, песчаный карьер бывший, здесь, ну как, сейчас его не разрабатывают, в 1887 году, здесь были открыты месторождения песка, не знаю точно как он называется, из которого стекло производили. Песок для стекла, для производства стекла. Была подведена железная дорога сюда, узкоколейка, шахтным методом добывался песок, там шахты были, вагончики ездили. И потом в 1950-е, в начале 60-х годов железная дорога была закрыта, шахтным методом перестали добывать песок, и здесь вот разработали карьеру. Ну понятно, что появилась тяжелая автомобильная техника, самосвалы тяжелые, все это стало. Экскаваторы стало выгоднее и так. И вот здесь вот добывали этот песок. Ну и в принципе до конца советских времен, до конца 1980-х годов добыча производилась песка здесь. Так как сейчас в Эстонии стекло, стеклянные изделия не произволят, как бы и потребности нет. Ну вот такое вот красивое место. Я был в Маврикии, там такая достопримечательная семицветная песка есть. Вот у нас тоже, не знаю, просто сейчас издалека видно, но там тоже 7 оттенков можно найти. Ну а здесь сейчас обустроены гоночные трассы, вот видно по следам на этих квадроциклах, на мотоциклах. Тут мне интересно, наверное. Ну поехали дальше. Конечно, это первое, просто первый этап, первый пункт нашей сегодняшней поездки, а на самом деле у нас цель сегодня совсем другая. Увидите. Продолжение темы разработок песчаного карьера, скажем так. Вот сама станция пилза железнодорожная. Вот здесь на этой площадке была узкоколейная еще железная дорога, там перегрузка песка в обычной дороге. Это железная дорога широкой колеи. Вот там само станционное здание, здесь пассажирский поезд идет. Тарту Койдола Пиуза, туриста возят. Ну открыто только в сезон, летом. Там Крыц, корчма. Тут общественный туалет ВЦ и сами пьюзовские шахты. Вот здесь был вход. Вход. Отсюда можно было в шахты попасть, сейчас это туристическое достопримечательное. Сейчас посмотрим. Подвезу Татьяну Владимировну. Пойдем посмотрим, открыто там не открыто. Как всегда, мои посещения заканчивается печально, потому что время для посещения пятницы-воскресенье с 11 до 17. Сегодня вторник. Если что, вам появится билет для взрослых 5 евро, семейный билет от двое взрослых, двое детей 14 и детский билет 3 евро. Если что, вы русский уезд это находится где она? Вот здесь. Это еще Пыльевский. В Пыльевском уезде вот эта граница административная. Мы же поедем, сейчас покажу куда. Вот Калачево деревня. Вот сейчас здесь вышка будет. Вот так вот надо будет проехать. недалеко от границы с Российской Федерацией. Тут буквально несколько, может с вышки она на воздушности, может и видно будет. Вот. Ну и потом поедем в Иру и в Мегуме, там в Кубе есть этот спалтель. Ну вот это разные эти активности движуха. Ну вот если вся Эстония, то мы находимся сейчас где-то здесь вот. Так, ладно, неудачно, отрицательный результат. Тоже результат. Просто для тех, кто не был, хочет посетить, покажу окрестности. Здесь детям фотографироваться, головы ставят, разные паровозики. поиграться можно, качели. Ну, природа тут, конечно, сосновые леса, запахи, конечно. Особенно те, кто приезжает из города подышать, приятно. Сейчас еще недавно только дождик прошел, такая свежесть. Обалдеть. Так, ладно, поехали дальше. На вышку я же обещал. Приехали мы туда, куда я обещал. Погода начала чуть-чуть портиться. Дождь моросит. Сейчас я под навес ставлю, покажу вам все. Вот эта смотровая вышка. Называется Меремяеватыторн. Смотровая вышка. Меремеи. Ой, а то что. Вот здесь закрывают тех, кто плохо себя вел. Так, туалеты там. Вообще, они находятся на возвышенности, очень высоко. Тут даже без вышки видно далековато. Здесь рядом буквально пару километров отсюда. Территория, ну, граница Российской Федерации начинается. Так, ну и традиционный туалетный обзор. Надо же показать. Как тут? На селе. Да, не очень чисто. Там женский. Мужской потище будет. Туалетной бумаги нет. Пока в рейтинге туалета. В рейтинге туалета в Эстонии он у меня на последнем месте. Грязновато. Бумаги туалетной нету. Как-то неуютно. Долго сидеть там не хочется. Если что, приспичит. Ну и пойдем. Татьяна Владимировна уже покоряет высоты. Она не очень высокая, но интересна, наверное, тем, что она сама на возвышенности находится. Вот. Меремяя Меги. Вот она здесь находится. Эта часть тропы. Ну и тут про разные мероприятия. Высота. Здесь вот. Сейчас мы находимся на высоте 204 метра над уровнем моря. Вот. Вместе с вышкой. Если на вышку забрасываю хорошую погоду, видно в радиусе 50-50 до 70 километров. Сейчас пойдем посмотрим, что он там увидим. Вроде не очень пасмурно. Но я верю, да. Отсюда тоже видно. Не слабо. Поднялся на следующий уровень. Все выше, выше и выше. Башня не очень старая. Приходилось. Мне на двух смотровых вышках бывать. Одна. В прошлом году, кстати, ездили. Там репортаж вел настолько ржавая, металлическая, что там уже часть металлических элементов. И кародинованные от уроны. Не стал рисковать. Здоровье дороже. И деревянная одна. Вот не помню где. Там уж сильно прогнившая древесина была. Вот и все. Мы пришли. Все. Последняя тут. Ой, как красиво тут. О, написано, какие города где. А смотри, как красиво. Там видно, какие струйки пара. Иди сюда. Ой, да подожди. Здорово. Ну, встань, ну, выйди тут. Три шага осталось. Особенно вот туда красивый вид. Так, ладно. Себя любимого не буду. Покажу, что тут есть. Покажу. Вот там вот. Тарту 80 километров. Ну, отсюда. Если написано 70 километров видно, то никак не могу. Хельсинки 306. Чуть подальше. Тоже там. Ряка на 40. Ну, что тут. Тут Обденица 8 километров. Отсюда ее видно. Вот там вон церковь даже торчит. Гарск 27. Ну, тоже возможно. Псковское озеро. 3-4 километра. Ну, озеро отсюда. Отсюда очень не видно. Видно какие-то вот там халмы, возвышенности. Печоры, историческая столица. Сядь там 14 километров. Вот это вот. Вот там пограничная вышка. Я говорю, на камеру не будет видно. Это точно Печоры. Ну, а здесь что? Псков, Изборск. О, Москва. 660 километров. Вот там вот. За тем холмом. Гора Меремяги. Полкилометра. Ну, это вот это вот. Киев тут есть. 520 километров. Вот туда. Ну, от Киева до Москвы тут не очень далеко. Вот так вот. Сколько там? 140 километров разница. Касается, да. Минск. Лухома. Ну, как же, берем. Гора Мании. 224. Самая высокая гора. 224 с половиной. Блин, может на нее съездить? Я не знаю. У меня там еще одна точка есть. Ну, вот как-то так. Сниму то, что там внизу видно. Вид сверху. Тут распаханные поля. Ничего тут не видно. Сам такое чучело поставлено. Не знаю от кого. Еще не одно. Два. Три. Одно там ждуло. Я не знаю. Наверное, чтобы посевы никто не ел. А, там еще, да. Вот как-то так. Ну что, поедем дальше. Красиво. Еще одна. Плюсик. На карте мира. Все смотровые эти вышки. Еще один плюс. Еще одну точку на карте. Поехали дальше. Решил посетить еще одно живописное место. Вот так оно выглядит с высоты птичьего полета. Или с этого дрона. Вот если взять на карте. Вот оно здесь находится. Здесь вокруг тропа имеется. Длина тропы. Написано. 3,7 километров. Вокруг. И короткое 2,2. Но 2,2, я так понимаю, туда-сюда. А потом обратно. Ладно. Тогда нам нужно будет идти. Так, я подъехал. Против часовой стрелки. Здесь усадьба. В 20-е годы она выглядела так. Вот живописное на берегу озера. Усадьба Константин фон Майдель. Построен. Построен в 1843 году. Ну и в 1919 году государство отжало. Как и все у немецких аристократов. Но судя по тому, что особо-то ничего от этой усадьбы не осталось. А красивое здание было. Как-то не залазилось дело с этим зданием. Но будем считать, что во время войны сюда несколько бомб прилетело. И решили не восстанавливать. Деревья густые леса. А место для усадьбы, конечно, подобрано со вкусом. Живописное озеро. Здесь туристическая тропа. Но мы немного погуляем, потому что нам сегодня в спа ехать. Через полтора часа заселения мы еще где-нибудь пообедать хотим. Представляю барону фон здесь живось. Там еще какой-то фрагмент постройки. Туалет. Туалет на обзор не буду делать. Он логичный. Как мы уже видели сегодня. Рыбак там рыбу водит. Мне бы мечта. Где мой спиннинг? Где моя улочка? Здесь место для разведения огня. Можно жарить мясо. Я себе прикупил мангальчик переносной. Надо будет как-нибудь сегодня с погодой неудачно получилось. Дождик капает. Как бы в резиновом сапогах не пришлось бы идти. Вот здесь есть дрова. Вот это. Отсюда вид с озера на усадьбу бывшую. Да, ничего, это все разрушено. Камни и тостырили. Здесь можно жарить мясо, а можно пару кирпичиков поставить свой мангальчик. Здесь рыбку половить и поплавать можно. Место для купания хорошее. Вот здесь. Татьяна говорит, копченая тропахла. Ну, короче, так. Мы пойдем прогуляемся по тропе, сколько пройдем. А где эта тропа? Вон. Самое главное, забыл сказать. Это озеро Кавальди. Находится практически на юге Эстонии. Недалеко от города Выру. 20 километров от города. Вот такая вот дорога. Летом тут в сухую погоду наверное лучше будет идти. Поваленные деревья. Тропа идет вдоль озера всего. Вокруг по кругу. Но мы сегодня туда точно не пойдем. Сколько там выйдем. Первые весенние цветы. Вот. Появляется настил. Это тем, кто вдруг захочет сюда приехать прогуляться. Чтоб знал как тут все выглядит. К чему готовиться. Брать ли с собой резиновые сапоги или не брать. Птички поют. Единственное минус сегодня ночью видимо сильный дождь был. Грязновато как-то. дорога проходит через ручьи. тропа проходит через несколько частных землевладений. вон там за бугром дом. Здесь у них видимо свой причальчик. Ну судя понтончик. Пантончик купаться можно с него. Но если у кого есть лодка лодку спустить можно. Местами тут обрывы такие. Тропа проходит по по самому краю обрыва высотой метров десять. Зимой тут весело гулять. Можно очень быстро спуститься к воде туда ко льду выйти на лед. вот такие аккуратные дублики тут. Подходим к ключевой точке тропы единственный ручей или река вытекающая из этого чудо озера. Вот мы находимся сейчас в самой северной точке этого озера. Западной точке. Танюха там руками разводит. Вот тот дом практически оттуда мы начали ходьбу. Вот так мы прошли. Вот я не знаю четверть мы прошли или не прошли еще. таким значком обозначены тропы. Пойдем посмотрим. Озеро видимо хорошо для рыбалки. Для купания тут конечно таких пляжей нет. в таком месте же не может спускаться в воду. Тут обрыв высокий гора бобры бобры бобрили деревья грызли. По дороге попадаются познавательные таблички пишут об обитателях этой местности он самый главный обитатель это кобра бобер ну и тут пишут все технические характеристики достигают метров длину и веса до 30 килограмм. здоровая скотина мы видели тут деревья погрызанные раскрасневшиеся нагулявший аппетит завершили наш поход вокруг этого озера да дорога не короткая учитывая дефицит нашего сегодня времени и вот опять эти фрагменты развалин усадьбы поедем дальше посмотрим что нас ждет впереди интересно растение такое приехали мы в город Вуру зашли перекусить взяли 5 вопрак 2 до дня свинина по-французски с картофелем сейчас увидите все блюдо стоит 5 евро одно мы взяли 2 просто Татьяна взяла такой вот прохладительный напиток взял тем более но я как всегда по традиции потому что место находится в центре Вуру интересное в центре в центре в центре президент Эстонии Томас Хендрик Хильвис не знаю что он тут блудил но он был хорошая такая москва уютная здесь при этом баре весь день этот ресторан приехал в отель такая вот обстановка там еще один злой короче аккуратно сейчас принесем блюдо покажу короче одинаковое абсолютно свинина картофель запеченный картофель как картофель по-деревенски его очень называют салат овощной с помидорами с огурцами лук тут есть все это на листе салата соус грибной грибной соус типа написано фирменный грибной соус теплый это матовый сок сейчас будем пробовать сейчас будем дегустацию сделать ну это сразу ничего попробовать для меня соленого хотя нет фирменная соленая свина мягкая шейный карбонат мясо мягкое салат свежий по отношению цена качество даже могу пятерку поставить хрибной салат 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 очень даже ничё приятного вам всем аппетита салат продолжать наш обед вот это гостеприимное место где мы принимали пищу я вначале перед посещением них посещение не хотел снимать потому что ну не факт что мы здесь останемся если из еды мне тут ничего не понравилось вот такое место рам до репуби что тут кюра листа моя гостиница вот такое место практически в самом центре град Кавыра а мы поедем наконец-то в наш долгожданный спа наелся